Привет, друзья! Мы вот с Киселёвой, как объявлено, будем делать вебинар совместный с Валентиной Эдуардовной. Она мне тоже обещала сюрпризы, подарок, она мне будет как-то сканировать. И сделает мне духи, такие, ну вот, как вот, типа такие тончайшие, потому что я никогда раньше не душился, никогда в жизни. Она мне сказала, я вам сделаю такие духи. Ну, короче говоря, я надеюсь, после этих духов все женщины будут меня влюбляться, прямо невероятно. Да, мечта мужчины. Слушайте, видите там у меня картина, я себя нарисовал с мыльными пузырями. Мечтатель. Да, и вот действительно коллективным разумом рисовали, и там я, поскольку мне писали, что рука как-то не так выглядит, вот эта, которая соломинку держит, из которой он пузыри надувает и мечтает. Я просто посоветую одного из участников, точнее участниц, взял и закрыл это мыльным пузырём руку, и теперь она не мешает. Видите, какие есть решения интересные. Потому что мы занимаемся изобретательским творчеством, можем неординарные решения вообще в любой проблеме найти. И поэтому мы, а эту, посмотрите, картину, это мне подсказали, но это мне один мужик подсказал. Он говорит, если ты добавишь к картине сексуальности, все будут смотреть, и мужчины, и женщины. Я не знаю, наверное, очень сексуальная картина, не знаю, что там есть сексуального, но ему понравилось. Он говорит, слушай, такая картина замечательная. Что я ещё хочу сказать? Новый приём. Вообще я хочу вам объяснить, что есть навык, навык, а есть якорь, якорение. Можно, например, сто раз повторять какое-то действие, это тренировка, и вырабатывается навык. Когда то же самое дело с минимальными усилиями, с минимальными энергозатратами мозга на автомате. Это навык. А якорение – это когда ты вызываешь, например, нейтральное, то есть нулевое состояние, разъединяешь функционально, образно говоря, две половины мозга, когда нет конкурирующих сигналов никаких, и в этом состоянии ты можешь в отсутствии помех не сто раз повторять, не сто раз повторять, чтобы у тебя образовалась новая условно-рефлекторная связь или навык. А один-два раза. Потому что там нет конкурирующих сигналов в свободном состоянии сознания, свободном от шаблонов, стереотипов, страхов и авторитетов, в состоянии свободного состояния. Это вообще такое состояние, об этом я буду говорить специально в следующий раз, и как это быстрее подобрать. А сейчас я скажу, пользуясь нулевым состоянием, можно якорить любой опыт, который у вас в жизни происходит. Например, вы счастливы в какой-то момент, смотрите на мою картину. И счастливы, допустим, к примеру. Было бы хорошо, если были счастливы, глядя на мои картины. Так вот я вам хочу сказать, Допустим, вы счастливы, вы хотите заякорить это счастье как состояние. Не картину мою в памяти своей, это вы и так сделаете. Шутка. А состояние заякорить. Вот вы выходите на состояние свободного сознания, где нету помех, где никто вам не мешает, нет конкурирующих сигналов. А вот давайте так сделаем, якорем сделаем эту картину. Вот, допустим, вы поймаете себя на каком-то моменте счастливого состояния, вспомните мою картину, девушку со свечой. Да, вспомните её. И у вас получится якорение. Ну, для того, чтобы это произошло, вы можете выйти на это свободное состояние сознания, на нулевое состояние, с помощью подбора действий, синхронных к вашему текущему состоянию. И вот сейчас, чтобы найти такое резонансное действие, синхронное к вашему текущему состоянию, новый приём из элементов ключ-2. Ключ-2 целиком я никогда не даю, что вы знаете, чтобы вы там не изобретали себе чего-то такого необыкновенного, чего нельзя делать, потому что в первую очередь надо иметь ответственность, а то изобретёт кто-нибудь у себя на кухне атомную бомбу, потому что это сильно супер метод. Поэтому даю только элементы, чтобы вы меня потом постоянно не переспрашивали, а когда будет ключ-2, когда будет ключ-2, когда будет ключ-2. Вот чтобы вы сейчас знали, ключ-2 я целиком никогда никому не даю, только элементы, и вот сейчас один элемент. Отличается от ключа тем, что там основано на повторяемых действиях, синхронных к текущему состоянию, там волна такая приятная, которая снимает стрессы, страхи, там и боли, и там у нас левитирующие приёмы, а здесь ключ-2. Мы используем не пики расслабления, а пики напряжения. Поэтому я вам даю сейчас этот элемент. Это меня дочка моя Шейла научила, и сейчас мы разговаривали с нашим Федей Макаровым, который был главным редактором моей статьи и книжки «Национальная идея России. Генератор будущего». И он же ведёт сайт «Хасай.ру», на котором вы можете посмотреть в магазине, меню-магазин, там 4 урока, 4 урока, ну там и пятый есть, но там называется «4 урока», а пятый – это завершение видеоурока коротких, который называется «Метод ключ». Что такое «Метод ключ» и для чего он нужен. Когда вы его возьмёте и посмотрите, и используете, вы тогда не будете мне каждый раз одни и те же вопросы задавать. Вы будете знать, что такое «Метод ключ». И там же целебный ролик в пакете, вы посмотрите там меню-магазин. Так вот, послушайте меня. Элемент «Ключ-2» отличается от ключа тем, что здесь немедленные, спокойные и левитирующие действия. А пики напряжения используются и моделируются в состоянии, которые вы когда-либо в жизни использовали. Ну, были у вас. Допустим, счастье, вот то, что я вам сейчас говорю. А плохие, плохие процессы, сами выскакивают, то есть не надо в них копаться. Это я говорю для тех, которые говорят, надо же отрабатывать там психотравмы, детство там и там, не надо ничего отрабатывать. У нас, когда ты делаешь по методу «Ключ», они сами вылезают слезами, дрожаниями, вибрациями, покалываниями, зевотами, вплоть до того, что вибрационный чулок на всём теле такой, вплоть до того, что тремор происходит. Это выскакивают все вот эти вот оттуда, недоработки эмоциональные, незавершённые, какие-то страхи, которые были. Видите, как я и то, и то, и то говорю, вот так, вот так. Ну, я набрасываю, как художник, крупными мазками, но вы уже начинаете ориентироваться и понимать, потому что я учитываю вас лично, лично вас, который заинтересован понять, о чём речь идёт. И вот сейчас я вам показываю, среди всего прочего, вот этот маленький приём, который супер приём, на пике напряжения. Вот послушайте. Берёте тему, которая вас волнует, очень, неотвязно, травмирующая вас. Ну, допустим, вы там с кем-то поссорились, допустим, какое-то огорчение, вы обиделись на кого-то или ещё чего-то. Ну, допустим, чашку любимую разбили, или красок, как у меня, опять нету красок, слушайте, кончились краски. Ну, вот допустим, ну, какое-то огорчение, вы ни о чём другом думать не можете. Сосредоточьтесь на этом. Если мы раньше говорили по ключу, думай, о чём думается, пусти мысли на самотёк, и делай, что делается, слушая свой организм, что тебе хочется делать. Плакать хочется плачь, зевать хочется зевать, трясись хочется трясись. Это то же самое сохраняется, но в данном случае мы не думаем, о чём думается. А имея в виду, что ты не отвязна, думаешь о своей волнующей тебя проблеме. Думай именно об этом. Вот чем отличается элемент ключ-2 от ключа классического. Таким образом, вы сейчас сосредотачиваетесь именно на проблеме, располовиниваете своё внимание прислушиваясь к своему телу. Вот вы, проблема ваша какая-то, ну какая-то, какая-то, вот возьмите сейчас, сейчас вы сразу получите результат. И на вебинаре с Писелёвой я эту технику тоже дам, но там уже будет зум, я буду видеть вас. Вы можете там проблемы свои не озвучивать, но по вашим реакциям, как Писелёва подбирать будет для меня и духи, и для того, кто хочет, тоже подберёт вместе со своими методиками, которые вам даст на вебинаре. Она ещё и духи делает. Это потрясающе, какие она духи делает. Я ей сразу доверяю, потому что она большой специалист. Ну так вот, слушайте меня. Дело в том, что если вы располовините своё внимание на своей проблеме, вот допустим, страх у вас какой-то, чего-то, допустим, ну допустим, давайте простую вещь, к Новому году нужны деньги. А допустим, у вас их нет. Ну, вообще денег всегда не хватает, сколько бы их не было, даже у миллионеров. Они вот умрут за тысячу миллионов ковечных, потому что у них пачечка, вот допустим, сто миллионов долларов, да, а убрали, допустим, десять миллионов отсюда, а уже не сто миллионов, а уже маленькое, а это уже не то, это уже огорчение, это уже страдание, это уже бессонница. Ну, короче говоря, сдайте, да, дело не в количестве, а в отношении. Так вот, представим, допустим, что у вас денег нет, допустим, и вы волнуетесь, ну как же быть, как же быть, к Новому году, надо подарки семье сделать, надо там всем друзьям, поздравления сделать, надо им подарить, как добыть деньги. Допустим, допустим, вот ваша проблема, если она действительно волнующая. Поэтому вы берете сейчас, берете, нацеливаете на нее внимание, встаньте, или делайте сидели лежа, если вы не можете встать. Ну, если можете, встаньте. Ноги поставьте пошире. А что будет на вебинаре, вообще обалдеть, вообще будет, всю жизнь потом будете этим пользоваться. Ну, там же секундный будет прием. А сейчас, слушайте, и так сосредоточились на проблеме, где добыть деньги, естественно, честным путем. Конечно, чтобы идея пришла. Конечно. Теперь слушайте. Итак, а почему я говорю честным путем? Потому что решить вопрос можно разными способами. А мы, школа, человек будущего, хомофутуру, школа человечности, сохранять человечность. А это значит полезность свою, творчество свое, честность свою, ответственность свою, создавая даже великие изобретения, открытия. Да. Теперь слушайте. Итак, располовениваем внимание на проблеме и на теле. Отпустили вот так мышцы, отпустили вот так мышцы, отпустили вот так мышцы. Прислушивайтесь теперь. Фиксация внимания на проблеме, где взять деньги к Новому году. И фиксация внимания наполовину на теле. Прислушивайтесь к себе, я вас научу сейчас слышать себя. Прислушивайте себе, что вам при этом хочется сначала сбросить, чтобы не мешало вам думать, где достать деньги. Что вам мешает думать о том, где достать деньги. Что вас блокирует. Прислушивайтесь себе, как это сбросить. Может быть, вам хочется покричать, постанать, посжимать голову, может, вам хочется потрястись, Может, тремор хочется сделать, может, хочется повыть глаз вопиющего в пустыне. Так поделайте, вы сейчас на свободе, делайте сильнее, активнее. То, что организм выдает, то, что организм выдает, плакать хочется, выплачьтесь. Шататься хочется, туда-сюда шатайтесь. Хочется кружиться, кружитесь. Хочется дрожать, дрожите. Хочется стучать руками, ладошки хлопать, хлопайте. Хочется руки потирать, потирайте. Снимите блок, который мешает, снимите блок, который мешает. Дирижируйте, если хотите, только делайте это очень интенсивно, очень интенсивно. Делайте сильнее то, что организм просит. Полминуты. Сильнее, сильнее. Сильнее, 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 сильнее. И переходим в танец, и переходим в танец, танец, и переходим в песню, в песню, и протанцовываем свои проблемы, и пропеваем свои проблемы, и прошепчем, прошепчем свои проблемы, шепчем, 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 да, жалуемся на жизнь, ой, какой я несчастный, у меня денег нету, я сейчас хочу на эти деньги, и быстрей, 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 и тряситесь со страшной силой, тряситесь, да, вибрация, как будто бы вы идёте по улице, или как будто вы находитесь на свежем воздухе, вдруг дождь собирается, вы задумались, и капля дождя вдруг неожиданно, и вы вздрогнули, вздрогнете несколько раз, вздрогнете несколько раз, вздрогнете, это сбрасывает лишнее напряжение, которое было накоплено. Помните, как вы в детстве вздрогнули? А это прекрасный приём, вздрогнуть, но осознанно. Если вы несколько раз в день будете вздрагивать осознанно, как упражнение, это будет прекрасный приём. Вот так, друзья. А теперь до встречи. Смотрите сайт Хасай.ру, на Телеграм записывайтесь, там идут дебаты, там идут интересные дискуссии, сейчас там про Чихсен Михаил, моего любимого, идёт дискуссия, почему, почему, как мы можем на 70% увеличить с помощью ключа, то, что у Чихсен Михаил только 30%. Ну, короче, там посмотрите, почитайте. Да, друзья? И пишите комменты, и подписывайтесь на канал. Конечно, сейчас все так говорят, подпишитесь, нажмите кнопку и так далее, и теперь вот это вот счастливый момент, который вы заикарите. Будете думать о деньгах, будете вспоминать момент счастья в жизни, будете вспоминать мою картину. Да, и эта картина станет в вашей памяти как член вашей семьи. Посмотрите, какая она прекрасная. Да, вот так, друзья. Вот так, сколько многое наговорил, как будто на холсте, мазками набросал, а умный сразу поймёт, что и как надо делать. И даже коротко сформулирует, и мне напишет в комменте. Да, друзья? Шейла, ты умница, ты меня натолкнула к такой мыслью. Фёдор Макаров, ты молодец, мы с тобой говорили и вспомнили. Вспомнили, что когда-то ты вот так обратил на это внимание. Натолкнули. Таким образом, школа наша работает, и мы всё время создаём контенты. А у Шейлы, я вам скажу, есть такие семейные тайны, секретные приёмы, о которых пока говорить не буду. Она, когда мы будем с ней вебинар делать, там их выдаст. Ну, хотя бы чуть-чуть. А это уже вызовет такой же восторг, как в прошлый раз. Да, друзья? И Олен у меня будет. Короче говоря, мы сейчас готовим вебинар с Киселёвой, потом с Шейлой и с Оленом, и вы просто будете счастливы и до Нового года, и после Нового года. И мы тоже станем как члены вашей семьи. Особенно с такой картиной. Ну что вы, а это будет напоминать вам якорь счастья. До встречи.